ребята всем привет всем добрый день всем привет я вроде бы все настроила жду вас в эфире сегодня я очень хочу обсудить такую тему как использование картона грунтованный картон холст на картоне можно ли писать на этом материале и соответственно на что это влияет я хочу поделиться своим опытом но я очень хорошо хочу узнать ваше мнение чтобы вы ответили и соответственно поделились своим опытом относительно возможно общение с клиентом с галеристом с коллекционером то есть как они реагируют клиенты ваши да я расскажу относительно того какое у меня сложилось впечатление вы знаете я хочу начать наверное с того что проанализировав комментарии под вчерашним постом значит было два фронта людей значит первый фронт людей сказали что а почему бы не писать на картоне а там я не знаю как от коробки до картон а второй фронт людей сказала нет нет вы что я еще не сальвадор дали чтобы писать на салфетке да то есть это две такие большие крайности и мне на самом деле это очень понравилось потому что все мы настолько разные и действительно я очень часто слышу от своих коллег там если я говорю обязательно надо лучше отправлять картину в тубусе свернутую в рулоне то многие мои коллеги утверждают что нет я буду отправлять на подрамнике вместе с рамой фанерном коробе и так далее да то есть потому что мы все с вами разные у нас у всех с вами разный почерк и вот смотрите давайте начнем с таких высказываний которые были в комментариях первое в картине главная работа художника а не материал да вот что вы думаете по этому поводу вот вы с этим согласны или нет потому что совсем недавно я как раз таки тоже писала что действительно в картине энергии энергетика которые заложено в работе она критически важно а вот что если мы это сравниваем с материалом на котором картина написана вот как вам кажется что вы думаете по этому поводу действительно ли важнее что на картине чем на чем она написана эта картина всем добрый день кто присоединился мы сегодня обсуждаем тему картон грунтованный картон холст на картоне либо все-таки холст на подрамнике и да да вижу материал тоже имеет значение согласна да у кого какие еще будут мнения относительно что важнее содержание картины и скажем работа мастерство художника либо материал да также хочу сказать что например вчера очень хороший был комментарий относительно того что галеристы да то есть те кто отбирают работы в галерее они якобы относятся знаете с таким ну то есть для них это такой вопрос открытый что лучше конечно же холст на подрамнике чем картон и они обращают на это внимание да и смотрите галерист вот как мне кажется да либо те кто выставляют эту работу когда не уже как бы думает о том каким образом они ее представят клиенту либо также клиент да для них всегда это вопрос первое это товар да это очень хороший был тоже комментарий вчера что картина это товар и все зависит от того что вы с ней дальше будете делать да с картиной то есть вы будете ее а выставлять вы будете просто ее продавать вопрос а будете ли вы заниматься ее транспортировкой да то есть как поступить с этим с этим моментом то есть и вот это вот все необходимо всегда учитывать да то есть когда вы думаете про работу так давайте посмотрим что у нас есть в комментариях так баланс да согласно баланс важно но здесь вот как я уже только что озвучила да как мне кажется что важно прежде чем вы начинаете ее писать эту работу важно еще также думать да а для чего с какой целью я пишу эту работу да естественно иногда бывает что это как ученическая работа вы тренируете свой навык так комментарий я думаю чтобы материал мог сохраниться работа на долгие годы согласно да то есть это когда знаете вы с перспективой то есть работа в долгую идет то есть на я я так называю как на длина большую дистанцию до сразу же главное художнику должно быть комфортно работать подачу можно доработать согласно с точки зрения продажи на холсте дороже а если об изюме то можно на чем угодно да да об изюме согласна да есть такой момент да действительно так кто ищет картину подешевле тому на картоне если человек покупает за хорошую цену то важны материалы и подачи картина согласно такое есть да то есть с точки зрения именно продаж вот это отлично да творчество конечно может быть и на асфальте но уважение к заказчику тоже важно да есть такое да вот у меня кстати тоже есть такое всегда что я боюсь что не понравится когда отправлю или получу но это опять же вот уже опять про продажи да что важно указывать всю информацию о вашей работе да и соответственно да окей смотрите получается следующее что прежде чем да вот там и например как у меня это бывает у меня есть холсты есть холст на картоне и есть грунтованный картон и когда я например планирую какую-то работу да у меня например там есть определенные видения в своей стратегии да там какие работы я буду писать в каком знаете как исполнение на каком материале и для чего я это делаю и например если я бы готовилась к выставке и вела там какие-то переговоры либо у меня какая-то была идея в голове что я хочу провести выставку на эту тематику то соответственно я бы про картон холст на картоне я бы не думала вообще то есть я целенаправленно например понимаю что в галереях любят в основном большие форматы это будет холст на подрамнике можно небольшие форматные работы также например для выставки сделать там чтобы точную понять что продажи буду да то есть покрыть какие-то расходы но точно не картонно грунтованный некая не холст на картоне почему вопрос номер один каким образом эту работу монтировать каким образом ее показать клиенту если это выставка естественно можно сделать хороший красивый багет например тот же самый эль багет да он модный стильный то есть он придает работе вид как галерейного подрамника да то есть это такой 3 3 8 до толщина у него идет у галерейного подрамника вот так же эль багет он делает такой же образ но это дорого то есть его лучше делать эль багет когда либо другой багет когда уже работа планируется к размещению там на стене а уже в интерьере да то есть вот целесообразность в этом если это только выставка либо вы рисуете например пишите работа для количества то здесь соответственно либо на продажу на то же самое онлайн галерея я бы не советовала именно задумываться об этом и знаете как даже заморачиваться тем чтобы оформить эту работу в багет либо даже выставлять ее именно сразу в багете в раме потому что это ваши расходы и вы сами знаете кто продает работы иногда работу вы написали и она ушла там в течение недели не успели вы ее просушить а иногда работы могут быть у вас остаться и на два и на три и на четыре года соответственно если это картон холст на картоне вопрос первое что может произойти с этими работами со временем были комментарии что от влажности может картон испортиться повести его может да то есть вот такие вот моменты которые следует учитывать своей работе при выборе материала то есть это знаете как мое наблюдение такое относительно материала и еще очень важный момент например когда вы уже знаете как думаете в разрезе продаж они именно там отработки техники то сразу же возникает вопрос а сколько картины будет по весу и вот например картина в том же самом размере если мы говорим если это холст на картоне и если это просто холст скрученный либо даже холст на подрамнике то скорее всего по весу это меньше чем холст наклеенный данный картон вот это мое наблюдение вот вы обращали на это внимание что работаем на картоне при сравнение при сравнении такого же размера если это холст на подрамнике то они получаются тяжелее то есть вот как у вас по живописи да по вашей технике у вас также потому что вот я на это обратила внимание и поняла что все-таки это тяжелее так всем добрый день да согласно да комментарии что это как бумажный стаканчик и керамическая кружка я не начну например долгую монументальную работу на картоне да есть такое есть что естественно если это большая работа то это холст скорее всего на подрамнике то что вы и вкладываетесь в это и идея и количество потраченного времени на эту работу и соответственно естественно если это лучше будет холст на подрамнике либо как вариант да я замечаю у многих художников которые пишут именно ориентируются на продаже они пишут на холстах даже их не натягивая на подрамник да то есть они своих мастерских их размещают прямо на стену и соответственно разместили у них бывает две-три работы сразу по всем стенам и соответственно у них такой процесс написания да можно писать большую монументальную работу серьезную но соответственно и момент такой было еще такое мнение мне тоже понравилось что негде хранить много холстов на подрамнике да вот какие могут быть решения вот вы думали об этом то есть как вы храните свои работы потому что действительно когда холстов много и они все на подрамниках и действительно это лучше в плане цены да то есть для клиента вы сразу и можете эту работу ориентировать и на продажу на онлайн галереи можно ее ориентировать сразу и для выставки на балконе да а как относительно влажности потому что на балконе площадь возможно позволит да но опять же влажность то есть там может быть и сыр и с ухо к тому же с нашим климатом российским как мне кажется придется почти каждую неделю их таскать туда-сюда вы знаете у меня был период такого я бы сказала наверное супер активного написания картин и я для себя тестировала такой момент что я картины написав работу я ее снимала с подрамника и у меня это было знаете как решение сразу двух задач я экономила место и второе я экономила соответственно на подрамниках да потому что я уже тогда перешла на момент когда я покупала холст грунт покупала грунтовала и соответственно я их снимала с подрамников они у меня как ковры лежали все мои холсты и соответственно у меня освобождались подрамники на которые я натягивала свои работы и соответственно уже писала другую следующую картину то есть вот я решала таким образом да вижу что пишут модульные стеллажи в икее хочу купить и складывать картины не видела кстати интересно посмотреть что это за такой модульный стеллаж да кстати вот думала тоже по поводу того чтобы их повесить да то есть опять же знаете вот как коврики такие своеобразные как хранение да чтобы они как бы минимально пылились и на них отражалось их хранение так скажем то есть такой вариант тоже есть вот именно как альтернатива написание создание работ на холстах но соответственно не на подрамнике следующий следующее было знаете такое как замечание что я использую картон либо холст на картоне потому что это эскиз потому что это черновик да и здесь вопрос а что если у вас получится шедевр да то есть вот как быть с этим и часто ли у вас получается шедевры на небольших форматах да вот казалось бы вы хотели что-то оттестировать но получилось классно вот часто у вас такое бывает или нет спасибо да за очки было мнение что я очень похожа на учителя с начальных классов как часто у вас получаются шедевры но материал вы выбрали соответственно изначально просто для эскиза для черновика тогда каждая работа шедевр ну согласна то мы все такие художники и все уверены что у все у нас шедеврах есть такое Так, время, затраченное на работу, будет тоже, а продается холст в разы дороже. Вот отлично, отлично на самом деле замечание, действительно так и есть, что если мы сравниваем работу в одинаковом размере, скажем, 50 на 50, холст на подрамнике и, например, тот же самый холст на картоне, цена будет разная. То есть восприятие по опыту и, соответственно, потом это хранение, транспортировка, да, вот это вот все накладывает отпечаток на цену и получается, что все-таки холст на подрамнике будет дороже процентов на 30. Часто вижу, у меня часто такое бывает, да, иногда эскиз лучше, чем холст сам. Да, но это, знаете, я называю это состояние потока, потому что вот у меня тоже вроде бы смотришь, начинаешь, не идет, не идет, а потом входишь в это состояние потока и получается, как вы пишете, шедевр, да. То есть у меня вот так же, как у вас, раз, получился шедевр, а он маленького размера, и так жалко бывает. Так, вижу, да, по поводу стеллажа. Да, отлично. То, что не получается, закрашиваю черным, а на нем рисую новый шедевр. Да, супер. Вот, согласна, да, чтобы тратить на черновики. Но в своей работе я скажу тоже, что я не делаю эскизов, я сразу начинаю работу и довожу ее до конца, потому что почерк мой в любом случае останется. У меня есть работы, которые мне не нравятся, и очень часто бывает так, что я ее в любом случае размещаю, потому что стиль, стилистика моя остается, даже если она мне не нравится, эта работа. Потому что по опыту я вижу, что есть работы, которые нравятся клиентам, но если вдруг работу не купили там в течение двух-трех лет, у меня такие работы были, я ее закрашиваю. Закрашиваю и, соответственно, использую, грунтую и использую для другой работы. У меня были такие работы, причем, знаете, самое интересное, что вот совсем недавно у меня была работа, где две девушки целуются. Это как раз-таки работа была написанная, то есть, знаете, как «Вторая жизнь холсту», написанная на уже существующей работе. И я ее написала, и у меня ее купили через месяц, да, то есть, бывают и такие ситуации. Видимо, надо было сразу ее загрунтовать и, соответственно, переписать. Такое тоже есть. Так, окей, идем дальше. Относительно шедевров я поняла, что у нас у всех одни шедевры, да, и следует сразу их писать. Ну, да, ну, про Малевича там вопрос все-таки спорный остается, да, но я тоже к нему склоняюсь, что, скорее всего, он просто, у него резко испортилось настроение. Да, 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 для онлайн-галерей, конечно, важна стилистика и единый стиль, я бы сказала, да, опять же, то есть, ну, здесь стоит совмещать, да, то есть и стиль, и относительно... То есть, можно совмещать и два стиля, и три стиля, но все будет зависеть от того, как вы это будете преподавать, да. Идем дальше. Значит, на что еще влияет, если это картон, либо это холст на картоне, мои наблюдения относительно именно в продажах, да, и относительно... Знаете, я всегда очень люблю выстраивать свою работу максимально эффективно, потому что, да, я художник, но я художник, который хочет продавать регулярно. И вот именно, знаете, такой как бизнес-подход уже к своей деятельности, он всегда приводит к эффективности. Так, по поводу монтажа мы с вами проговорили, да, что действительно, если это картон, либо когда нельзя, вы знаете, у холста на подрамнике можно вкрутить гвоздики специально и тут же разместить, да. Если это картон, либо холст на картоне, всегда понимайте, что, скорее всего, эту работу вы выставлять не сможете, потому что галереи не любят вкладываться в подрамники, в рамы и все остальное, потому что они тоже понимают. Сейчас, там, эту неделю, две недели, месяц мы выставляем одного художника, в следующий месяц, в следующий период будет другой художник. И, соответственно, смысл вкладываться именно в оформление работы, если художник просто придет, заберет свои работы и приедет другой, да. То есть, чтобы вы имели в виду, что такие работы вы пишете либо для себя, для тренировки, либо понимаете, что вы их будете продавать в онлайн-галерее, либо на каком-то маркете, там, с арт-маркет, да. Но, соответственно, вы понимаете, что и цена будет другая, что это уже не относится к галерейной работе. Так, окей. На что влияет? Давайте обсудим цену, да. Вчера это был такой момент, то есть, это и был, так, мой вопрос-посыл, что если у вас работа написана на картоне, либо холст на картоне, то обращайте внимание, что цена будет другая. То есть, цена будет, наверное, ну, как минимум процентов на 30 дешевле, и восприятие, да, относительно этой работы будет другое. Вот напишите, согласны вы с этим или нет, потому что вот по чату то, что было у нас в сообщениях, что мнение было такое, что да, действительно так и есть. Есть исключения. Очень хороший был комментарий, опять же, под постом вчера девушка написала, что есть художник-урбанистка, неважно, на самом деле, какой ее стиль, она как раз-таки пишет на небольших картонах, да, то есть, картон, там, грунтованный, но это часть ее стиля, то есть, у нее даже, насколько я поняла, сохраняются какие-то фактурные края у этих работ, и, соответственно, это часть ее стиля. Вот в случае, если это часть вашего стиля, фирменного стиля, то тогда это уже другой момент, да, другой вопрос. Тогда вы можете, в принципе, говорить о каком-то ценообразовании без учета, а даже, возможно, и с надбавкой, да, то есть, все зависит от того, как вы преподнесете это клиенту. Но, опять же, вы должны понимать, что вот этот стиль, он должен прослеживаться у вас на протяжении не 10 работ, скорее всего, как минимум 30, либо вы говорите, что это у вас серия работ такая, и, соответственно, вы, там, в своем пиаре, в своем сообщении показываете, каким образом эту работу можно, там, не производить монтаж, а как экспонировать, да, там, у себя в интерьере размещать, чтобы этот стиль можно было сохранить, показать, потому что сразу думаете о клиенте, да, почему они размещают ваши работы у себя в интерьере, потому что к ним приходят друзья-знакомые, и они начинают рассказывать, вот такой художник, он сейчас очень модный, вот у него специально такие, скажем, необработанные края, это картон, это его стиль, то есть, понимаете, да, вот тогда уже можно говорить, что на цену это не влияет, но это должна быть определенная серия работ. Это относительно цены мы с вами говорим сейчас. И, вы знаете, еще важный такой момент, вот опять же, да, в комментарии, что, думаю, если работу холст на картоне, оформить работу нужно перед продажей, размещать работу как, да, и сама подача клиенту. Смотрите, перед продажей. Вот, вы знаете, у меня достаточно был хороший опыт относительно выставок, участие в маркетах и так далее. И действительно, перед продажей, опять же, перед продажей когда? Если, например, вы собираетесь на маркет, да, либо там на выставку, групповая выставка, там вот, я сейчас очень часто вижу, что художники кооперируются и делают свои групповые выставки. Как вариант можно, но это ваш расход, опять же, да. И, например, я сейчас, если я, например, понимаю, что в ближайшие полгода, в ближайший год я захочу провести выставку, либо поучаствовать в выставке, я сразу же переориентирую себя, холст на подрамнике. И более того, скорее всего, даже у этих работ я буду торцы прокрашивать, потому что я понимаю, что я эти работы буду выставлять. И клиенту, когда клиент приходит на такого плана выставки, они хотят законченный вариант работы. Я ее купил, мне ее упаковали, я пришел домой, разместил. Поверьте мне, в наше время, когда у нас время на что-либо, вот просто вот такой вот zero, никому не хочется заморачиваться. И, знаете, был вопрос относительно клиентов международных, был вопрос, неужели им хочется заморачиваться, здесь, знаете, как другая сторона, заморачиваться относительно натяжки работы, на холст, лучше написать уже готовую, да, то есть картон, там, холст на картоне. Мне здесь важно помнить о том, что я уже сказала, это вес работы, да, работа будет тяжелее, и это будет ваша цена, ваш минус из вашего дохода, потому что покроет ли стоимость доставки, которую вам оплатит клиент или нет, да, здесь важно учитывать, чтобы это не отразилось на вас. И второй момент, работа будет тяжелой, да, будет вопрос относительно транспортировки, и когда клиент ее получит, да, соответственно, ему тоже нужно будет ее оформлять, эту работу. И были случаи, когда, например, у меня клиент покупал даже на подрамнике работу, и он свой подрамник потом делал, не раму, заметьте, а подрамник, да, вот почему-то ему мои подрамники не понравились, он сделал свои подрамники. То есть вот на момент, когда, например, вы хотите продать работу, если, например, мы говорим про онлайн-галерею, я бы настолько далеко не заходила, потому что все люди разные. Вот знаете, как у нас есть, там сколько, 7 миллиардов, да, вот столько миллиардов вариаций может быть, и вы не предугадаете. Также, например, говорят, что картон можно оформить, соответственно, вы его оформите, это ваш расход, а, возможно, эта работа у вас не продастся в течение 1-2 лет. Другой вариант, например, там, я не знаю, когда отправлять с тем же самым подрамником, да, тоже, может, он его поменяет. Некоторым хочется именно с рамы уже продавать. Не для всех клиентов есть ценность в раме, и какая рама может быть. То есть вот на момент именно подготовки работы к продаже я вам советую минимальные расходы, потому что вы не знаете, что будет потом с этой работой, когда ее клиент купит, да. То есть вот об этом важно помнить. И помнить про свои возможные расходы в упаковке и расходы в доставке этой работе покупателю. Ну, вы знаете, вот про окрашенные торцы здесь очень спорный момент. Я тоже считаю, что мне нравится, когда работа закончена, кажется, да. Но вот когда я посещала занятия в Суриковском, один преподаватель, да, мастер, который мне сказал, ни в коем случае никогда больше не закрашивай торцы. Это, знаете, делает твою работу не искусством. То есть это какая-то коммерческая картинка, да. То есть вот есть это такое мнение, чтобы вы понимали. То есть опять же... Эфир прервался у нас с вами. Так, я надеюсь, что мне сейчас опять видно. Так. Относительно внешнего вида, я думаю, мы с вами проговорили, да. То есть важно первое это всегда разделять. Если это просто для онлайн-галереи работа, да, то есть для тиражности, для количества, да, здесь про внешний вид можно не думать, да. То есть потому что мы, когда говорим про онлайн-галерею, мы все-таки говорим относительно именно количества, да. И если вы сделаете хорошую фотографию, но опять же важно укажете, что эта работа сделана на картоне, что это не холст на подрамнике, да, то клиент, соответственно, он не будет ничего иметь против, и он получит то, что он оплатил и купил, да. То есть вот здесь вот у вас сомнений быть не должно относительно внешнего вида. Но, соответственно, если вы планируете ее выставлять, то, соответственно, изначально думайте, что, скорее всего, это не картон и не холст на картоне. Так, да, и вы знаете, вот относительно клиентов, да, все-таки, несмотря на то, что клиенты бывают разные, цены бывают разные на работе, мое такое наблюдение, даже если вы ставите, и вы понимаете, что эта работа, она сделана на картоне, либо это холст на картоне, она небольшого размера, формата, все-таки клиенты даже ожидают при недорогой стоимости в небольшой цене суперкачества, да, чтобы вы это тоже понимали. То есть цену, которую вы поставили, она не говорит о том, что работа будет некачественной, это всего лишь ваше, знаете, как ощущение по стоимости работы, чтобы вы вот об этом всегда тоже помнили. Даже за 99 долларов клиент будет ждать супер работу, пусть небольшого формата. Это не говорит о низком качестве именно материалов, то есть вот об этом важно помнить. Так, я пишу пастелью, и оформленная работа смотрится выглядеть, чем просто на бумаге. Согласна, да, так и есть, но опять же, оформленная, в какую раму, в какой багет, а нужно ли этот багет и эта рама клиенту, подойдет ли она клиенту по интерьеру, да, и вот в этом и есть, знаете, удобство продажи работ через галереи, онлайн-галереи, то, что вы можете разместить работу просто у себя в галерее и ее продавать. Вот, кстати, у меня вчера, на мое удивление, прошла продажа пастельной работы, и с нее купили принт, да, то есть вот чего-чего я вот этого вообще не ждала, да, то есть я ее сделала, эту работу, знаете, как для количества, потому что там не было времени начать большую работу маслом. Я сделала пастелью там за 2-3 часа и купили принт с пастельной работы, да. Вот опять же, может выстрелить там, где не ждешь. Да, а так, да, конечно, и, естественно, если вы будете продавать где-то эти работы как бы face-to-face, да, то есть я имею в виду лично клиента, то, естественно, лучше, если она будет оформлена, эта работа. Но опять же, для интернета, там, для вашего инстаграма, онлайн-галереи, вы можете это оформление сделать в фотошопе, да, либо при помощи приложения, то есть этот вопрос можно решить, не вкладывая в него денежные средства. Ну, смотрите, по поводу педагога, да, который сказал, что работа, прокрашенные торцы, это не искусство, это просто раньше такое было восприятие, да, что это холст, это, там, я не знаю, лен, это грунт, сделанный лично художником, ни в коем случае не прогрунтованные торцы, то есть это вот восприятие такого, знаете, как бывалого мастера, это как учили, как принято, я бы сказала, да, то есть, но времена меняются, это мое личное мнение, и действительно, например, международные мои клиенты, когда я их прошу, пришлите мне, пожалуйста, когда вы разместили работу в интерьере, они все чаще и чаще присылают работы, которые без рамы, да, то есть вот, соответственно, я часто прокрашиваю, но вот сейчас в последнее время перестала прокрашивать, даже не знаю почему, просто перестала. Возможно, потому что я их пишу быстро, и, знаете, вот, просушивать торцы тоже неудобно. Угу, так. Как относитесь к бумаге для масла? Использовать, купила альбом формата 4, но планирую с ним делать принты и выставлять оригиналы, то багет и рама. Смотрите, идея очень хорошая, да, то есть, я не знаю относительно сохранности таких работ, да, если это масло на бумаге, если кто из вас обладает информацией, напишите, очень интересно понять. Но, опять же, наверное, это так же, как картон, да, картон, либо холст на картоне. Но идея очень хорошая, на самом деле, в плане тиражности, да, что вы можете их много работ таких писать, они небольшие будут, да, и принты, да, то есть, вы себя сразу приравниваете к производительности иллюстратора, да, который может писать много работ и быстро. Да, идея очень хорошая. Да, вот отлично, да, что купил клиент серию картин с рамами, в итоге он их выбросил и купил на свой вкус. Вот стопроцентно согласна, да, никто не знает, что будет. И то есть, знаете, вот, например, когда часто говорят, что я оформлю работу даже для онлайн-галереи, я её выставлю сразу в багете, выставлю в раме, и она будет дороже смотреться. Это только ваше мнение, вот поверьте мне. Это только ваше мнение и понимание, там, цены этого оформления, этой рамы, что она стоит дороже. Сделайте лучше в фотошопе это оформление, если вам хочется, но ни в коем случае я не советую этого делать по-настоящему, да, потому что это расход. Думайте всегда про свои расходы. Важно, чтобы расходы были меньше, чем доходы, даже у художников. Да, перед продажей. Но опять же, да, насколько это важно и нужно клиенту, да, перед продажей. То есть, если вы изначально её продавали, публиковали как «Картину без рамы», то, соответственно, она не ждёт эту раму. Смотрите, по поводу цены, да, моё решение вот относительно работ на картоне, холст на картоне и вообще, как вот я планирую всегда свою деятельность. Например, так как я сейчас ориентирована в основном на продажи через онлайн-галерея, у меня есть работы большого формата, которые дорогие, и есть работы небольшого формата. У меня есть также работы, это когда написаны на картоне, на грунтованном картоне. Но я изначально понимаю, что эти работы, знаете, как я пытаюсь, как я уже сказала, приблизиться к иллюстраторам, да. Она небольшая, она недорогая. Будет она классной, шедевральной, повезёт клиенту. Не будет, будет мне плюсом, потому что у меня будет что опубликовать в онлайн-галерею. Да, то есть мой подход и отношение к этому такое, что размер такой же, и, например, холст на подрамнике в любом случае будет дороже, если это картон, да. И вот здесь, знаете, какой самый главный минус, если это картон, либо холст на картоне, работа будет недорогая, и восприятие у клиента, что она должна быть недорогой, но даже на всю её шедевральность, но в доставке она у вас получится дороже. Вот именно из-за этого я и всё-таки своё предпочтение отдаю холст на подрамнике. То есть это вот по моему опыту, чтобы вы понимали. И, знаете, вот если вот сейчас какие-то выводы подводить, да, по нашему с вами разговору, и относительно того, что использовать какой материал, я бы сказала, что любой материал хорош, да, и самое важное — это продолжать писать, желательно ежедневно в своей работе, да, потому что мы все с вами художники, для нас это, знаете, как энергия, которую мы получаем, отдаём, и для нас это с вами такая ежедневная деятельность. Вне зависимости там от какого материала, что у вас есть, важно писать, это самое важное. Ну и, естественно, важно учитывать и планировать, для чего вы эту работу пишете, да, то есть понимать изначально, какая на неё будет цена, где вы будете её продавать, через какой канал эту работу, да, там, я не знаю, в какой серии она у вас находится, да, потому что, например, у меня часто бывает, что у меня там запланированы определенные идеи у серии работ, а я сразу планирую, что я буду к ним писать какие-то посты к этим работам, такое-то описание. Скорее всего, я захочу в будущем с этими работами сделать выставку, и, соответственно, у меня сразу же, например, я там думаю, так, сегодня у меня есть, либо завтра у меня будет время начать новую работу. Там, какая это будет работа, будет ли у меня ещё там два дополнительных дня в ближайшее время, чтобы её продолжить, да, здесь я сразу смотрю формат, какая у меня идея есть для этого формата, буду ли я её выставлять, если я её выставлять не буду, сто процентов беру картон, либо холст на картоне, эта работа у меня будет для количества, да, то есть вот чтобы вы также рассуждали относительно своих работ, всегда думайте, для чего, потому что я уверена, что у вас так же, как и у меня, идей, не знаю, 3-4 точно в голове есть, да, и их реализация, то есть для чего вы это делаете. Я это всё, знаете, говорю, потому что вы тоже должны понимать, что вы будете художником, успешным художником, когда вы изначально будете видеть вот эту цель денежную, да, в том плане, что важно писать работу, создавать, но вот этот кайф, который получаешь, когда тебе за твою работу платят, хорошие деньги платят, он, знаете, он мотивирует дополнительно, и вот мне абсолютно недавно писала одна из моих курсанток, что у неё прошла продажа, и её это дополнительно очень сильно замотивировало, на самом деле так и есть, да, и вот чтобы это происходило, вы должны как бы все свои действия, соответственно, к этому подводить, планировать, да, это очень-очень важно. Да, и, да, соответственно, что составляет нашу деятельность? Написание работы, но, соответственно, потом презентация её клиенту, если это картон, холст на картоне, презентация на выставке, даже на том же самом маркете, она усложняется, это могут быть дополнительные расходы, которые не факт, что окупятся у вас, да, то есть любой багет, любое паспорту, это денежные средства, которые необходимо потратить, но не факт, что они окупятся, да, и, соответственно, это вес дополнительный, но не в плюс к стоимости работы, да, то есть по итогу, что вы получите. Вот. Это такие мои небольшие выводы, так, относительно этого эфира. Вопрос, стоит ли показывать незаконченную, всё зависит от того, как вы планируете, да, свои посты, там, как вы ведёте эту деятельность. Да, сейчас я этот эфир опубликую, если у вас будут ещё вопросы, либо они останутся неотвеченными, пишите в комментариях, потому что нас становится с вами всё больше, и мне это, на самом деле, безумно нравится, потому что после вчерашнего поста я вижу, что мнений много, причём очень много становится художников, которые реально на фулл тайме, которые, знаете, не как как бы к хобби, да, либо они в моменте перехода из хобби в работу, и, соответственно, комментарии очень качественные. Вот это было самое классное, самое крутое, именно поэтому я и решила провести этот эфир, да, чтобы это всё обсудить и зафинализировать. Вот. Всем огромное спасибо, и до скорой встречи, да, как-нибудь в эфире опять встретимся, и давайте обсуждать, делиться опытом. Да, эфир я сейчас сохраню. Всё, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...